в общем второй день третий прошел на все про все со всей работой со всеми наблюдениями у меня ушло три дня а именно чего и как последовательно найти дроза пеночку какую-то птицу послушать на пение весеннем так сказать пробуждение второе какая была задача прослушать и посмотреть точки падения вот эти места прикормить можно прикормить двумя методами внутри и я не исключаю я его сейчас объясню и так же самое оловлю его то есть когда мы увидели точки дроза делаем часто падает вот мы эти точки прикормим мы шлим червем не крупным средненьким мелким вот и так же самое муравьиным яйцом все есть еще нюанс случай мы тут ловим без музыки ловим лучками правильно распостановка лучка правильная маскировка правильно так сказать установка и так же самое без изменения самого этого ландшафта ворушены листвы ворушены травы там чего-нибудь этого нельзя делать также самое старушки не должен блестеть третий случай это какой репейник в репейнике самом стволе ячерви они также самое хорошо идут на рыбалку но для ловли соловья дроза вот эти черви можно включать саму основную ловлю бездарное и безграмотное вычисление места а прийти на тупую по горячим как говорится соплям ну это у школьников обычно бывает такое ставят музыку лучок и думаю сейчас я покажу мастер-класс такого не будет во-первых для этого есть масса причин эти причины вы должны найти в себе у нас не живет озера там естественно я там дрозов прослушал так как объяснял ближе к воде хороший дроз есть и песня побогаче опять-таки прикормил место были гренадерки московки гайки зяблики ну да ладно нам главное поймать того певчего дроза не будем ходить пасти поставим лучки будем просто ходить наблюдать и все так что вот такое вот дело все эти нюансы надо учитывать и знать не надо понтоваться понты это для для прихожане и бля хотите поймать учитесь прежде чем поймать наберитесь хорошего опыта и серьезной практики а не тупо поставить музыку и музыка на лучок червем не всегда идет соловей это стопроцентно поверьте я просто так ничего не говорю просто так не делаю почему собственно идет эта вся фигня где этих найти червячков в репне репейники в стволе он зимует там вот там его надо и брать а смотрим мотылек какой-то я уже забыл то ли моль какая-то бы я не помню врать не буду большая короче но это червячок я на него раньше ловил когда с мучником были напряги вот таким методом я воспользовался у меня вот туда глубже вот как-то вот так вот такой небольшой рассказик прежде чем соловья хлопнуть или какую-то птицу четко устанавливайте вместо падения на это нужно большая выдержка ну естественно наблюдение где я сам погоду есть еще такой случай или сюжет вообще происхождение всего как бывает так там болото уже мы даже смотришь вот вроде где-то место надыбал и оттуда три-четыре дрозда вылетают нет это не самки самки позже придут когда уже певчий будут долбить серьезно под утро именно наваливать по-взрослому ничего страшного если вы наметили какого-то дрозда на его территории он первый придет и попадется к вам другие дрозды могут занять эту территорию и сразу же причем этот пропадет и они становятся на эту территорию и охраняют ее такое тоже нельзя исключать из внимания еще нюанс подскажу когда прикормили нужного дрозда чем еще плюсики могут быть если вы какое-то место например приметили и пришли подкармливать то свободно можно настилку вот эту вот спокойно можно вот так вот разворачиваться сюда насыпать червей если вы его прикормите вот сюда и все без проблем прикормили сегодня пришли и завтра пришли а на третий день мы сегодня ловим значит это приберем от водоглаз вот я прикормила сейчас добавлю детальки они пустые нету еще стояла 3 лучка пустые также сама здесь значит тут ошибки нет почему потому что во первых место трехдневная и птица подкармливалась все вычищено муравьи на яйцо было черви вот эти все три точки на лучки можно было хоть один ну ладно я всегда 23 ставлю на привычка такая вот это не считается нарушением если вы придете сегодня услышите соловья расчистите там лучок блять музыка идите домой спать досыпайте потому что надо выспаться с трезвыми мыслями прийти сюда на ловлю вот это будет ваше нарушение а когда вы это место почистили прикормить и вот чем заключается просто на музыку тупо поставить если тупо на музыку поставить то листу даже трогать не надо просто чтоб червь не разбежался его приморозить и высыпать вот так сверху на постилку жесткую вот такие ребята нюансы тонкости которые нужны для ловли лучков на самом деле это только крупица так сказать всего вот этого потом половина квадратные навесные лучки весна маленькая и гнездовой период начнется быстро так как урал в этом плане быстро идет если уже синица гнездо строит рябинники дрозы строит птица активируется махом в этом плане ну ладно будем дальше ручки раз расставлять чуть-чуть того сего и все в порядке если же ваш лучок не соответствует более-менее цвету есть какой нюанс а ходите в сторону разгребаете берете эти землю сырую этой сырой землей свой лучок начинаете просто жмакать эту всю сетку то есть подбирая фон более-менее по цвет она высыхает и все выяли чуть-чуть от травкой можно чем-то приворошить лучок не надо накидывать вот этой херенью и заниматься это все глупости вот так в моем случае помимо съемных сторожков есть еще вот такие они темного цвета с высокой низкой средней посадкой кольца вот эти внизу которые это естественно но все понимают что сюда на центральной если здесь было как вы рассказывали там болят там вы лохи это на корягах то ходится чтобы знали когда вы будете ловить березовых когда узнаете зачем это было сделано вот сюда его зацепы я их могу сменять какие хочет списки вот и все земля видите как прошло время как будто в прошлом году косуля проходила копытами своими так сказать вот так оно все получается сейчас занизаем как старая то приспособление чего говорил свободно секунда делу шляп загнул и дальше погнал поставил и все и спокойно сидишь там куришь вот так вот так установили эти наши лучки вот он где-то там стоит это здесь также фактически их не видно это правильно вот так можем просто все в идеале прятать это глупо все тут четко все тут качественно проверено и теперь можно дальше идти и смотреть наблюдать фон отлично все замечательно так сказать теперь самое важное ждать когда этот дроз придет сюда так как тут человек лазил он обязательно это возможно даже видел и подлетит на проверку просматривать но эти точки ему уже давно знакомые вот так после всех этих проверок также можно не исключать того что могут и синицы и зяблики и гайки все что крутилось там поедала то может и попадаться в ручки расстояние метров сорок может больше будем сидеть наблюдать и там дальше еще там на одном месте поставил на другом очень в трех местах я поставил установил лучки все теперь буду просто с коротковременным обходом так сказать проверять также хотел бы сказать то что если гренадерка идет на лучок прикормилась одна пружина не работает она птица юркая тех кто ловит на лучок они знают какая она быстрая у нее резкость четкая вообще можно сказать феноменальная быстрая хлесткая вообще вот так и порой даже с двумя мощными лучками там там поставишь там и пружины бывает и такое что нас край может спокойно вылететь это не без этого бывает и почему я стал пружины делать чисто на ходу в 360 градусов сам лучок закрывался четко когда отучишься и делаешь стоящую снасть ее надо уметь делать и правильно делать но погода конечно все держится будем ждать раз приехали на третий день ветрище конечно но ничего меняется погода но мы в надежде поймать то что нужно нам конечно конечно будем глядеть вот сама выдержка зависит от того насколько человек прочный до талого ждать можно конечно паутину там натянуть там музыку поставить вот это вот но это не то мастерство которое должно жить в любом птицу ловит сегодня паутина есть а завтра будет под запретом а еще и проблемы но тем не менее тоже ловят ну и пускай ловит на здоровье методы лова разные и то есть методы лова надо не только знать но уметь ими пользоваться и ловить этой снастью помимо того как делать с одной хернёй пружиной вонючей тем более к тому что если она ходит по саму Сирчу это уже не годится это уже не то кино в общем пойдем посмотрим первое место проверим может что-то и попалось ждем дроздов гренадёрки кричат гренадёрки кричат еще что-то кричат синицы всякие вот походим ждать долго это терпение потому что всякое бывает что попадается вот да попалась зарянка этот ручок стоит этот стоит вот он самец попался облетел скачу зарянчик один вот так вот он ходил тут пел по краю то что и сидит здесь червячка поел все снято было два стал один вот он вот так оно и ловится помимо этого само по себе но будем убирать его отпустим нанизаем все по новой вот и все а червячков я вот так базирую вот так вот так вот ладно дождь начинается зараза погода вот он пел хорошо но поймать то дело не хитрое и и обратно туда пошел ну улетел слава богу ну и так будем ждать потому что время такое прошло уже час там тише а здесь успехом ожидания это такое выдержка значит что еще дополнить по поводу того даже вот скажем пеночки теньковки они тогда идут в пении стоят на точках своих уже на местовых участках на гнездовых участках на зонах на территориях своих закрепленных она имеет плотность такую что вот скажем вот здесь стоит лучок прикормленный или еще что то а вот подальше там например стоит у вас музыка не каждая пеночка и далеко не каждая пеночка теньковка подлетает она может верхом подойти она намного отличается даже в ловле в процессе лучка на музыку очень во многом отличается вот сегодня я поймал певчего дроза зарянок зябликов вот такую мелочь вон та зарянка которая выпустил все у меня видео получилось большое получается на две серии то есть на два места где ловилась где прикормилась третья неэффективная была птица отошла но это временные нюансы в природе вот когда идет перемена перебой вот такой жопа называется в природе и погода меняется птица в этот период так же самое может и петь определенное время будет петь только вечером днем как обычно не веру и вообще пение будет маленькое и то не дрозды а так всякая мелкая птица короткие трельки короткие паузы позывочки колена зарянка обратно вот я ее выпустил обходил она обратно туда пошла я сижу в такой территории где мне все видно где там все там и сзади меня весь фронт то есть дрозы стихли дрозы кормятся территория большая те места которые прикормлены всегда проверяется почаще так что это нужно знать терпение нужно огромное огромнейшее терпение нужно на самом деле это так и есть чтобы ловить такой снащик как лучок к этому надо не один день привыкать прививать это в себе помимо того как делать успевать там так что две части будет стопроцентный материал большой подсказок много щепотка соли небольшая подсказочки во второй части будут в первой части там у меня получится немножечко и во второй более так же самая насыщенная но все как в старой как говорится поговорке как бы все не делаясь да все к хорошему и к началу учитесь пытайтесь старайтесь не бейте себе в грудь верьте в себя как говорится по своему делу и все учитесь и обязательно читайте хорошие книги раскрывайте в чем-то интересное развивайте себя не понтуйтесь не не ловите соловьиного широкохвоста а бьете в грудь что вы по 20 лет соловьё держите а на самом деле хер на лучок научитесь ловить а кому-то что-то сказать подумайте хорошо кому вы что вообще говорите вот такой маленький сюжет у нас сегодня получился так что за всех как говорится чаёк крепкий пойду лучки снимать и ехать домой время уже пол восьмого вечера уже темнеть начинает просидел я с двух часов вот так но тем не менее во второй части будет показано более интересные сюжеты как и сегодня немножко больше текста больше такого нужного важного не вот эти супли а как а почему а как может быть а зачем а что сделать подскажите извиняюсь за выражение прежде чем выебываться научитесь выебываться по делу по существу по факту за свое дело а потом начинать что-то там зубки свои скалить удачи всем всего хорошего щепотки 2 встретимся и пока время у нас уже пол седьмого вот то же самое вычел после зарянки на другом месте влетел зябличек хороший коротенький зеркала не крупные так средненький упел кормился и попался самочкой был его хлопнуло а самочка улетела пусть летит к паре доставал 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 Продолжение следует...